Поностальгировать о детских воспоминаниях, связанных с Новым годом, можно в Ликинодулевском краеведческом музее. Там работает выставка советских игрушек. Там же в зале родом из СССР есть возможность перенестись в квартиру 60-х-70-х годов. Все помнят, как один фонарик мог как включить гирлянду, так и полностью ее обесточить. Как каждый раз с содроганием ее включали в розетку, а потом искали перегоревшую лампочку. Здесь, в Ликинодулевском музее, можно в буквальном смысле перенестись в прошлое, в канун Нового года, в 70-х годах. Тоже старинные игрушки, были на прищепках игрушки, они прищеплялись к веткам. Были такие различные там и Дед Мороз, и Снегурка, и очень много различных птичек. Удивительно, но по наряду елки можно было понять, чем живет страна. Вот украшения 50-х-60-х годов. Подъем сельского хозяйства, и на ветвях у ели появляются початки кукурузы. Кометы, спутники и ракеты – это 60-е. А эти украшения довоенные. В основном их делали своими руками, с помощью бумаги, ваты, клея, красок и проволоки. Она сделана из проволочек. Это очень редкая игрушка. И нам посчастливилось, что у нас в Кровеческом музее есть такая стрекоза. Здесь же в музее можно увидеть коллекцию советских новогодних открыток. Они тоже как отражение истории страны. Для тех, кто любит сравнивать старину и современность, открыта выставка творческих работ жителей. Здесь представлены картины, фотографии, поделки. Словом, заряд новогоднего настроения обеспечен.